привет друзья здравствуйте сегодня я расскажу вам как решить проблему с регулировкой мощности вот вот такого лазера это лазер с поддержкой шим лазерный модуль мощностью два с половиной ватта вот видите здесь написано 2500 мили ватт модуль который шел в комплекте со станком cnc 3018 вот с таким станком вместо лазера установлен шпиндель потому что я фрезеровал печатную плату у меня в наличии есть еще вот такой меньшего размера модуль от первого станка от станка cnc 1610 вот от этого станка это мой первый станок с чпу покупала его много лет назад до сих пор он работает тоже прекрасно тоже два с половиной ватта но это лазерный модуль без встроенного контроллера то есть контроллер который бы непосредственно поддерживал широтно-импульсную модуляцию мы конечно можем регулировать мощность этого лазера с помощью шима но это производится с помощью mosfet транзистора который установлен на управляющей плате станка с чпу видите у этого лазера здесь всего лишь два провода плюс и минус и с этим лазером у меня проблем никогда не было все нормально регулировалось проблемы возникли вот с этим более новым лазерным модулем у которого есть встроенная поддержка шим здесь три провода это красный плюс 12 черный земля то есть минус 12 и белый провод это управление управление посредством широтно-импульсной модуляции здесь вот все прописано вывод белого провода называется sw то есть это означает свитч то есть включение выключение когда этот провод соединен землей то есть на нем логически ноль лазер включен когда у нас здесь на этом проводе плюс лазер у нас выключен микроконтроллер станка с чпу должен управлять этим лазером посредством переключения этого входа с какой-то чистотой и регулируя скважность импульсов мы можем регулировать мощность лазера проблема была в том что мощность регулировать плохо даже на самом минимуме когда мы даем команду м3 с 1 то есть это минимальная мощность лазера было так что даже на самом минимуме у нас мощность была очень высокая и лазер прожигал то что мы кладем туда на столик станка а перед использованием лазера нужно навести его на фокус подготовить посмотреть все ли у нас нормально границы рисунка который мы выжигаем там или гравируем этим лазером плата на станке у меня установлена вот такая это cam tool cnc версия 3 и 3 фактически это woodpecker с версией 3 и 3 woodpecker им эти платы назывались до версии 32 здесь есть два разъема для включения лазера один белый другой красный но чтобы разобраться как они работают нам придется посмотреть на принципиальную схему этой платы давайте запустим программу лазер гербал и кстати забыл сказать в платье у меня установлена прошивка гербал 1.1 f ввожу в терминале программы команду включения лазера на минимум это команда g кода m3 пробел с 1 лазер включился но уже на минимуме мощности вот такая что он начинает прожигать материал вот видите идет дым поскольку двух пиновый старый лазер у меня здесь работал нормально поначалу я грешил на сам модуль лазера на его контроллер но оказалось что причина такого поведения лазера это небольшая недоработка схемы платы управления camtool cnc версии 3.3 это принципиальная схема платы управления и конкретно вот он узел подключение лазера и шпинделя это один и тот же узел двигатель шпинделя мы подключаем вот сюда в разъем кон 2 а вот эти два разъема это для подключения лазера красный разъем обозначен джей 17 а белый разъем обозначен джей 4 шим сигнал от микроконтроллера от мега 328 поступает вот сюда через резистор на вход оптопары и 11 оптрон здесь установлен для развязки микроконтроллера от силовых цепей платы потому что лазер питается от 12 вольт а шпиндели вообще питается от напряжения 24 вольта сразу с выхода оптрона с эмиттера его фото транзистора у нас сигнал и wm то есть шим сигнал поступает непосредственно на контакт номер два разъема джей 17 для подключения лазера это как раз красный разъем и если у вас лазер вот именно с такой полярностью управления тогда вообще никаких проблем нет то есть вот для такого лазера проблем не будет модули с таким типом управления называются обратным шим управлением и они еще не очень распространены и как бы вот специально для таких более новых лазерных модулей предназначен вот этот разъем красный на моем лазерном модуле вот на этом стандартный тип управления и он подключается в белый разъем вот в этот с которым и есть проблемы у этой платы с выхода оптрона импульсы шим через резистор сопротивлением 10 ом подаются на затвор ключевого транзистора arf 024 это мощный 14 амперный ключевой мосфет транзистор управляет он как раз нашим шпинделем вот сюда подключается шпиндель импульсы шим периодически открывают и закрывают этот транзистор и происходит широтно-импульсная модуляция и точно также управляется лазер у которого нет встроенного вот этого ттл контроллера шим он подключается точно так же как двигатель и ключ на mosfet транзисторе просто коммутирует его питание включает и отключает таким образом происходит управление мощностью лазера согласно инструкции которая прилагалась к станку обычный такой двух пиновый лазер вот такой вот такой вот модуль с двумя проводками мы подключаем тоже в белый разъем но только к пинам 1 и 2 третий пин который земля в данном случае не используется а силовой транзистор вот этот коммутирует минусовой вывод питания лазера периодически подключая его к земле таким образом создавая вот эту широтно-импульсную модуляцию но вот этот лазерный модуль у которого есть ттл вход для управления для широтно-импульсной модуляции и когда мы подключаем такой лазерный модуль вот сюда вот в этот в белый разъем происходит следующая вещь получается что управляющий ттл вход лазерного модуля подключается к истоку вот этого силового транзистора при этом у транзистора нет никакой нормальной нагрузки кроме того тока который потребляет вот этот управляющий вход лазера этот ток очень небольшой а как это нужно было бы сделать правильно а не по-китайски как сделано здесь для этого нам нужен был бы еще один разъем двух пиновый разъем для подключения двух пинового лазера вот такого маленького лазера двух пинового и нужен был бы еще инвертор который можно было бы сделать на транзисторы либо на каком-то логическом элементе без разницы тогда при подключении сюда лазера у которого вход ттл его плюс питание подключался бы на плюс 12 земля подключалась бы на землю как она есть а вот управляющий вход был бы подключен вот сюда туда где присутствует нормальный шим сигнал но только через инвертор чтобы этот лазер регулировался нормально в соответствии с его как бы с его природы но поскольку китайцы всегда на всем экономят и в данном случае они сэкономили на одном маленьком разъеме и одном транзисторе для инвертора мы имеем вот эту проблему в результате почему лазер себя так ведет стало понятно после того как я осциллографом просто посмотрел форму сигнала форму вот этих управляющих шим импульсов на втором пине лазера для того чтобы мощность этого лазера хорошо регулировалась на его шим вход необходимо подавать вот вот такой сигнал вот такие вот очень короткие импульсы но в случае минимальной мощности это очень короткие импульсы вот так примерно они должны выглядеть такие короткие импульсы чем этот импульс шире больше его ширина тем больше мощность лазера данном случае нас интересует самая маленькая мощность вот где-то так примерно так должны выглядеть эти импульсы но на самом деле там была вот такая картина импульсы были вот такие друзья вот такая была пила вместо коротких импульсов как бы на минимальной мощности лазера у нас там присутствовала вот такая фигня возникает конечно вопрос что мы можем с этим сделать как от этого избавиться оказывается что решается все довольно просто нам нужно добавить один-единственный резистор в схему причем можно сделать это двумя путями можно добавить его сюда в схему самого со самого контроллера станка или этот резистор можно добавить на платку контроллера лазера лазерного модуля резистор необходимо впаять между управляющим входом вот здесь вот он этот резистор нарисуем давайте его вот такой резистор и цепью плюс 12 вольт чем меньше сопротивление этого добавочного резистора тем лучше будет форма сигнала и лучше будет работать лазерный модуль но бесконечно уменьшать сопротивление его мы не можем потому что он начинает нагружать цепь 12 вольт от которой питается лазер и соответственно ухудшается наш кпд опытным путем я выяснил что оптимальное сопротивление добавочного резистора у нас в районе 90-100 он фактически в цепь стока ключевого транзистора мы включаем нагрузочный резистор и это улучшает форму сигнала вот в этой точке на управляющем входе нашего модуля лазера вы можете подключить его как на плате станка так и на плате самого лазера мне было удобнее сделать она на плате лазера потому что мне было лень снимать плату со станка я сделал вот так давайте зачеркнем этот резистор предположим что вот это наш лазер вот это вот это идут три провода от контроллера станка и вот здесь на платке лазера я подключил резистор на 100 ом и сейчас у меня все работает нормально мощность лазера я могу уменьшить до того уровня когда он просто светит но уже не греет это резистор сопротивлением 300 он последствия переделал поменял его на 100 омный припаиваю непосредственно на пины разъема драйвера лазера на печатной плате все теперь лазер у нас просто светит но не греет на минимуме и Продолжение следует... Продолжение следует...